Байкало-Амурская магистраль Эти кадры мы снимали в январе 1984 года в агитпоезде «Комсомольская правда». Его знают на всех участках трассы. Здесь и встретились друзья соперники из бригад монтёров пути Ивана Варшавского и Александра Бондаря. Подвели итоги очередного этапа соревнования, а потом, как всегда, беседовали, спорили, мечтали. В своё время мы мечтали и песни слагали про чару, когда она будет, ну, скажем, пять лет назад, четыре, три, два и так далее, и так далее. Вот она, чара. Так же, Саша когда-то мечтал о таксимео, вот тут таксимео и мечтали. Смотрите, в промежуточном соревновании получится и золотой кубометр, и золотая труба, и золотой там мост в промежуточном соревновании, и золотое своё звено, сборочное звено. Где-то у кого-то будет это. Но это звено должно, значит, быть собирательным. В этом, в этом каждая школа, подчеркнутся, подчеркнутся, абсолютно наши соревнования. Это будет тогда, да. Вот это те, кто будут участвовать в этом зашивке, этого золотого звена, запомнят на всю жизнь. Ну, зашить, вот, Саша, правильно. Это звено можно зашить, скажем, на месте. Перед укладчиком. Ну, понимать, вот, вложит укладчик звенья, вложил, значит, остаётся. Даже можно как? Вложить, потом, когда состыковали, значит, взять двумя укладчиками эти звенья. Приподнять передним. Отъехать немножко на путь положить, да. Вот самое важное, смотрите, двумя укладчиками. Двумя укладчиками. А ведь можно звено поднять двумя укладчиками. Можно, можно, можно. Можно зашить. Вот это да. Красочно. Аккуратно. Чтобы нам, видать, было далеко, как говорится, народу поближе. Много. Все знали. Золотое звено ляжет в 1985 году. Но уже весной бамовцы решили сделать стыковку на год раньше. К 7 ноября. Секретаря ЦК партии это решение поддержал. Но строители изменили и эту дату. Теперь на 1 октября. Это было смелое решение. Начались дни и месяцы неистовой работы. Для всех. Но прежде всего для бригад Бондаря и Варшавского. Их труд венчал общее дело. Между путеукладчиками оставалось больше 200 километров. До каких? Через два горных перевала. С десятками неготовых мостов, несмонтированных труб. В этих трудах незаметно наступила осень 1984 года. Напряжение нарастало. Этот ритм ощущала и наша съемочная группа. Кто поможет передать не только физическое напряжение, но и глубокий нравственный смысл этой работы. Решили, что это должен быть человек, который прошел стройку от начала и до конца. А лучше известного всей трассе бригадира Александра Бондаря нам не найти. И мы попросили его об этом. Согласен. Но только не надо слишком много рассказывать о нас. Мы понимаем, что наша работа подчеркивает или подводит итог работы всех. Это механизаторов, лесорубов, строителей искусственных сооружений. За 10 лет, которые проработала антраса, я их узнал. Это замечательные ребята. И я с удовольствием рассказал вам о них. Вся громадная трасса, все 3,5 тысячи километров, как в фокусе, сошлись на пусковом участке. Под этими горами должен пролечь Кадарский тоннель. Коварная гора. Перед самой сбойкой случился обвал. К счастью, никто не пострадал, но стало ясно. Тоннель не будет готов к сроку. Замер путиукладчик. И тогда решили делать временный обход. Это досталось на долю Ивана Варшавского. Личного опыта у него мне еще столько бы иметь, сколько у него. А тут у него появился обход. Это так сложно. Ему было намного тяжелее, чем, допустим, мне, как бригадилу. Здесь не бывало крутые уклоны. Платформы со сцепами добираются медленно. Как это, оказывается, тяжело ждать, когда каждая минута на счету. Варшавский решил разделить бригаду. Перебросить через Кадар тракторный укладчик и работать на нем. Такой укладчик техника вчерашнего дня. Темпы в два раза ниже. Но в это напряженное время приходилось считать каждый самый маленький шажок. Обход дело временное. Он нужен строителям, пока не сдадут тоннель. Кадар тракторный укладчик. Кадар тракторный укладчик. Небывалые уклоны дают себя знать. Сход. Снова платформа сошла с рельсов. В таких условиях трудно организовать бригаду. Не дать ей расслабиться, поддаться настроению. Многое зависело от бригадира. От его характера и умения. Лично как бригадира, я ее очень уважаю. И как бригадира, и как путейца, и как строителя, потому что он сумел собраться в кратчайшие сроки и все-таки выполнить вот ту задачу, которая была поставлена. Для тоннельщиков это были тоже тяжелые дни. Особенно для бригады проходчиков Николая Еременко. Коля Еременко, я знаю еще по Байкальскому тоннелю. Сам по себе он такой застенчивый человек оказался. Этот застенчивый человек оказался в центре внимания. Дело в том, что таких тоннелей не строил никто в мире. Подвела вечная мерзлота. У нас самые такие были ситуации. Допустим, сказали, что мы дойдем до Кичери. А дошли всего до Нижнего Ангарска, допустим, в июне месяце. Не будешь же каждому объяснять. И рельс не было, и того не было, и все. А чувствуешь себя виноватым. Потому что все тебя спрашивали. Почему ты не нашел? Так же, наверное, и у Еременко. Но это понимали не все. Поругивали тоннельщиков. И это было обидно. Считаю, что проходчики здесь не виноваты. Наш коллектив как такового. Это зависит от геологических условий. Наши люди в бригаде очень хорошие. Все звеневые. Отличные ребята. Старые метростроители. Прошли много тоннелей. Я считаю, что незаслуженно нас обвиняют. Но это же не от нас зависит. Мы стараемся, рады. За каждый сантиметр люди работают, как говорят, дерутся. На Баме очень много будет работы. Еще северномуйский тоннель пробивает до конца, доводит до сбойки. То есть долгов у вас хватает? Не долгов, а работы. Бригадир Еременко не привык ходить в должниках. А в бригаде Бондаря дела шли отлично. Ничто не держало, были бы звенья. Работали днем и ночью. Каждый шаг снимался. Каждое слово записывалось. Они не роптали. Понимали, что делают историю. И гордились этим. Трудно было себе в начале года уявить, что мы придем к 7 ноября. Но потом, когда приняли такое решение прийти к 1 октября, то вообще считалось немыслимо. А вот сейчас уже буквально середина сентября мы готовы прийти не только к 1 октября, а готовы прийти даже к 25 сентября, даже еще раньше. Так что то, что не верилось, оказывается, можно сделать. И можно сделать своими руками. Вот сейчас вот, подходя уже к золотой спековке, ну, не верится просто, что те своих 560 километров уже позади. Что те ребята, с которыми вот начинал БАМ, начинал укладку, это Слава Городничук, Володя Снеговой, Рашид Гнетуллин, Ваня Машков, работает уже 11-й год на БАМе. И из них 9 лет работаем вместе в одной бригаде. За БАМовские годы они стали настоящими специалистами, мастерами. Некоторые, в том числе и Бондарь, имеют дипломы инженеров. Если бы можно было начать сначала, они сделали бы эту дорогу еще быстрее и дешевле. И в этом тоже эффект БАМа. Обретали БАМовские профессии не только мужчины. Бригада организм сложный, каждый на своем месте необходим. А вот кто создает это настроение? Это наши повара. Вот возьмите Наташу Заботину. Журналист. А вот потребовалось. И сейчас она так готовит. Ребята подолгу бывают, уезжают из дома, от детей. Ну, скучают, беспокоятся. И вот нам надо как-то их немножко поддержать, приласкать. Ну, чтобы как-то чувствовали нельзя, как дома. Ну, а накормить это естественно. И причем очень вкусно. Ну, это сложновато, потому что вкусы у ребят разные. Вот, например, Саша Бондарь любит пельмени, но только со сметаной. Вот, ну, Володя Бачков или Слава Залищук, вот, ну, курицу нельзя. Ну, в это время как-то приходится что-то, ну, мяско пожарить, чтобы они были сытые. Ну, а Саша Рапопорт, Володя Заботин, да и вообще все ребята, вот, они очень любят печеные. Пирожки, блинчики, оладушки, в общем, они могли бы есть. И целыми днями ты бы им не надоела. Ну, и все, конечно, ребята любят чай. Без чая они не туда. Это были дни удивительного единодушия тысяч людей. Не подвести. С этой мыслью работали все. Никогда еще стройка не видела столько машин на один километр трассы. Неоднократно мне приходилось слышать, что бригада Бондаря по марям и болотам сквозь звуковую тайгу прокладывает рельсы. Ведь это вздор. Это неверно. По марям и болотам идут механизаторы. Они первыми вот ковыряются и в оттаявшей мерзлоте, и в грязи. Вот Колю Копелева возьмите. За бамстрою механизацию. Я с ним прошел с первых палаток звездного до самой стыковки. Коля Таликин в бамстрою механизацию. Ведь он тоже прошел и малый бам. Также он боролся со своими ребятами за золотой куб. Чувствуется вот такой большой подъем у всех. Буквально, значит, не только у нашей бригады, это у Миколон, у мостовиков, боровиков. В общем-то радостно. Очень много мы прошли, очень много испытали на этом баме. Стали совершенно другими людьми. Ну и в то же время грустно. Все же последние кубы. Когда еще такая стройка будет? Такие масштабы. Будут в жизни Николая Таликина другие стройки. Но он прав. Это навсегда останется особой. Собрались, значит, один раз за чаем. Ну, в общем, срок остается, строительство бамы небольшой. Вот. Вспомнили друзья, товарищи, прикинули, сколько осталось. И кто будет отсыпать вот эти золотые кубы у нас в бригаде. А потом решили, нельзя ли выйти с этим, значит, предложением на трес. Порткомтрес-то нас поддержал. Вот. И, значит, предложение-то вылилось в соцсоревнование. Вот. И, ну, и заняли мы первое место в этом, значит, соцсоревновании. Последний большой мост через реку Куанду. Поистине золотой. Субтитры создавал DimaTorzok Два раза в день приходилось нам ездить мимо этого моста. Сколько их было? Сотни, даже тысячи. А вот Куанде повезло, и станции, и этой речке повезло, этот мост стал золотым. И вот те росписи, которые вот ребята оставили на этом мосту, они же как стихи смотрятся. Субтитры создавал DimaTorzok Лучшую дорогу, мы с тобою полностью прошли, мы с тобою полностью прошли, мы с тобою полностью прошли. А это автор песни. Бамовский поэт Владимир Гузий. Моторист локомотивного депо станции Тында. Строил поселки. Был монтером пути. На Баме 10 лет. Во время своих отпусков изъездил всю трассу от Усть-Кута до Комсомольска-на-Амуре. Мне потом довелось быть участником больших событий. И первые просеки, и первые десанты, и первые поезда. И потом как-то я прочитал у блока в дневниках. Волею судьбы ты художник, то есть свидетель. Я понял, что надо успеть про это написать, и как можно больше увидеть. В основном я каждый отпуск стараюсь работать в бригаде Бондаря. Когда они стояли на ничуе, была балластировка, но после этого появились такие стихи. Там когда-то, может и неловко, просто для себя, ни денег ради. Я неделю вел балластировку в бондаревской памятной бригаде. Бондарь глаз прищуривает строго. Бондарь смотрит вдаль за перевалы. Бондарь хочет, чтоб его дорога никогда потом не проседала. Как Антой, он к рельсам припадает, и дорога возвращает силы. Как и мы, дорога молодая. Что нам сделать, чтоб не искривила? Кипела работа. Имя маленькой станции Куанды стало известно всей стране. В шум стройки врывались праздничные мелодии. Механизаторы отсыпали последний кубометр. Мостовики уложили последний пролет. Выпал ранний осенний снег. К месту стыковки съезжались самые известные люди магистрали. В этот день бондарь на время сдал бригаду другому прославленному бригадиру, герою социалистического труда, Виктор Ивановичу Лакому, человеку, который начинал трассу. Все беспрекословно подчинялись командам бригадира Лакомова. Рядовым монтёром пути работал другой герой труда. Тоже первостроитель, управляющий трестом Феликс Ходоковский. Виктор Иванович Лакомов был для меня не просто первым наставником на баме, но это первый герой соцтруда, с которым я стоял рядом, сжал руку, сидел за одним столом, работал вместе. И он для меня до сих пор остаётся величайшим авторитетом. Величайшим специалистом и просто человеком. Разве мог Бондарь знать, что через месяц секретарь ЦК партии Владимир Иванович Долгих прикрепит ему на грудь золотую звезду героя. Ему и ещё 15 его товарищей. В том числе бригадиру монтёров пути Ивану Варшавскому и бригадиру проходчиков Николаю Ерёменко. Но это ещё будет. А пока... Наступил обычный осенний день. Но его ждали долгих 10 лет. Ждали тысячи людей. Во всех концах трассы. Во всей стране. А в бригаде Бондаря радость. Наконец-то приехали жёны. Наши жёны на протяжении этих 10 лет делились с нами все трудности. Ну, это же и дети дома одни. Кто нет, просто мужских рук, чтобы там что-то прикрутить, поднять, переставить. Просто хотелось, чтобы они разделили нашу общую радость укладки вот этого вот последнего золотого звена. Вот я не знаю, как у других, но до сих пор моя жена благодарна бригаде за то, что вот она пригласила её на укладку. За эти 10 лет мы не только построили дорогу, мы построили свои семьи. Этот праздник разделили тоже вместе. Ну, бамовцы какая-то своя особая категория людей. Есть мысль, в общем-то, через 25 лет, в 2000 году, это 25 лет будет баму, встретиться, и уж наверняка, когда встретимся, был на баме, был, значит, свой. Как хочется, чтобы каждая деталь этого дня осталась в памяти на всю жизнь. В той памяти, которая не хранится на дне сундуков, а будет всегда в сердце. Оставалось сделать последние шаги. Теперь путеукладчики стояли в прямой видимости друг от друга. Ради этих минут сюда съехались ветераны первых отрядов со своими знаменами. Шаги. Субтитры полностью. Шаги. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Защита. Да, я попробую. 6 часов 8 минут по Москве уложены залпы. Вот и все. Замкнулось полотно. И последний выложен портал. Золотое светится звено. Ты об этом десять лет мечтал. Все такие счастливые, радостные. Все кричат, что-то машут. Ну вот подумал о своей жене, которую 10 лет как назвал Любаней. Так она у меня сейчас Любаня. О ребятах. А ведь они за этих 10 лет стали для меня тоже семьей. Да я с ними наверняка больше прожил, но и со своей семьей. На БАМе было немало первых поездов. Но этот особенный. Все понимали, это не просто открыт еще один железнодорожный путь. В тот миг, когда секретарь ЦК партии Владимир Иванович Долгих разрезал ленточку, перелеснулась главная страница биографии каждого из них. И когда оркестр громом брызнет, ты поймешь, что в ливнях и в пыли лучшую дорогу в нашей жизни мы с тобою вовремя нашли. Первый поезд начал свой разбег. Он сюда шел медленно и долго. На щеках колючий тает снег. Я не плачу. Это снег и только. Я счастливый человек. У меня был и остается БАМ. И за эти годы у меня появилось десятки, да что там говорить, сотни самых лучших друзей в мире. Но когда оркестр громом брызнет, ты поймешь, что в ливнях и в пыли лучшую дорогу в нашей жизни мы с тобою полностью прошли. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok